добрый день уважаемые друзья меня зовут шпунтов георгий это мой очередной урок по обработке фотографии сегодня мы будем делать вот такую фотографию с небольшими изменениями я не стану в кадр добавлять девочку я не стану в кадр добавлять молодого человека на заднем фоне и заделаю вот эту дыру ну что ж давайте начнем выделяем файлы открываемых камера вот они открылись выбрать все настройки камера в помолчанию фотографировал я вот такую темную фигню а почему такую темную фигню нафотографировала потому что переволновался сильно при съемке это было одна из самых первых моих таких съемок то есть где я притащил вспышки как-то организовал людей и попытался что-то сделать поэтому видно переволновался и зажал диафрагма на их 10 на 1 десятый делу да и в маленький экранчик на фотоаппарате толком то ничего не видно ну да ладно пытаемся исправить поднимаем экспозицию где-то вот так во всем как смотрите внимательно чтобы было выбрать все дальше света минус 100 тени плюс 100 создать все в dhdr кадр и докидываем четкости сюда таким теперь проверяем файлы которые будут участвовать у нас монтажа и будет четыре штуки с раз два три четыре мы видим что вот этот файл я пересветил здесь уменьшаем экспозицию но где-то вот так еще раз раз если вы заметили то у меня на фотографиях разный баланс белого давайте приведем общий порядок выбрать всем и здесь поставить 7000 и здесь 0 проверяем смотрим здесь 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 и здесь ну в общем то похоже только вот здесь походу все равно слишком светло давайте еще меньше сделаем и мы сейчас будем проделать один фокус так как я в этом уроке не буду персонажи вырезать по отдельности производить такую четкую обтравку каждого попытаемся монтировать практически весь кадр с исключением вот этого зонтика и вот этой вот руки и части нам одежды то есть для этого мне нужно этот вот эту фотографию подогнать вот этой по контрасту то есть будем следить чтобы стена и вот здесь вот пол они были по контрасту одинаково чтобы было потом легче то есть смотрим здесь отработала вспышка поэтому тени такие жесткие все такое четко вот именно вспышка придает вот такую четкость фотографии а здесь пышка сработала слабенько поэтому таких резких нет тени поэтому мы сейчас выбрать да не все выбираем три вот этих файлов клавиши контуром и 3 файла выбираем и накинем мы здесь контраст и может даже немножко экспозицию и пойдем еще вот сюда в эффекты и здесь немножко контраст добавим такую дымку уберем с фотографии смотрим что получилось не очень конечно похоже но фотошой пытаемся выровнять так выделяем те фотографии которые хочу обрабатывать то есть сжимаем клавишу control и вот с персонажем откроем горле першит то ли заболел то ли нервное это непонятно времена тяжелая так как раз остальные файлы которые я сюда не добавляю который не буду обрабатывать я приложу их материалов к уроку если будет интересно можете самостоятельно там по добавлять картинку подрезать все открывается так немножко это двинул у меня во время записи почему-то на фотографиях черный белый квадрат выскакивает довольно часто закрываем это вот stalker он не нужен нам чтобы память компьютера он не занимал идем файл автоматизация по моему это идет и фото мерки добавить открытые файлы убираем 93 это файл с людьми удалить нажимаем ok и ждем когда бедится наш панорам так она объединилась control shift alt и сразу заштампуем дыру возьмем инструмент штамп наведем сюда вот на стену нажимаем клавишу alt берем отсюда образец а штампик у меня размер маленький поэтому мы штамп сейчас с размером штампа надо так штампик побольше где у нас дыра ну вот на дыру кнопочку alt берем вот отсюда и заносим на дыру оп да нет давайте еще раз побольше штампик возьмем размером что-то не получилось вот отсюда моего свару и вот сюда вставим вот норм так следующим этапом закроем все фотографии которые нам не нужно не люблю когда под руками что-то мешается силу психики не запутаться очень дальше инструмент перетащить зажимаем мышку и тащим на панораму без названия здесь совмещаем то есть там где она должна быть эта фотография где-то вот здесь отлично сделаем теперь берем слой 1 выделяем его и и нажимаем control джей то есть как дублируем зажимаем клавишу контру нажимаем на слой 2 идем редактирование автоматически выравнив слои выравнив слой 1 удаляем почему именно его потому что он не участвовал в автоматическом выравнив сейчас я покажу именно этот слой двигается то есть именно он подгонялся под нашу основную картину теперь здесь этап 2 все выровнялась все хорошо осталось подогнать эту картинку по свету и контрасту к фону как мы видим в этом вот уголочки вообще все замечательно сошлось то есть вообще супер поэтому попытаемся скрывать кривыми еще что-то выровнять возможно посветлее чуть-чуть здесь делаем где-то и выровняем картинки между собой для этого создаем корректирующий слой кривые обтравочную маску чтобы она применилась только слой 1 и попытаемся мы немножко наверное посветлее картиночку сделать пози стена уже нормальный стало здесь более-менее нормально протрем потом кисточкой между собой такую мягенькой соединим и все будет великолепно так хорошо теперь идем на слой 2 тоже самое кривые тоже обтравочную маску и здесь мы наверно прийти мне картину вот так и может быть здесь чуть-чуть увидим давайте посмотрим ну более-менее похоже похоже хорошо так слой 2 скрываем черной маской наводим на слой 2 зажимаем клавишу alt и нажимаем на пиктограмму маски все скрылась берем кисть белого цвета здесь она должна быть мягкой такого среднего размера и проявляем только нажим побольше все 100 и вот так проявляем наших персонажей заходим чуть назад туда стул здесь немного вот тут сюда вот зайдем немножко так здесь не будем ничего трогать так смотрим все равно как-то видно это давайте кисточку помягче возьмем и пытаемся уже мягкой кистью как-то вот соединить между собой где-то может быть ради небольшой раз фокус быть но мы будем накладывать еще кое-какие эффекты на фотографии я думаю что все это уйдет ну вот получилось достаточно неплохо переходим на слой выше и давайте скадрировать фотографии приведем вот такой более человеческий есть то есть так и теперь нам нужно фотографию сделать контрастной притемнить ее в каких-то местах чтобы окончательно убрать вот эти эффекты пересвечения для этого пойдем давайте кривыми сделаем и точку черного поднимем контролай белую кисть помягче а вот она здесь хорошо стоит очень мягко и притемним по углам здесь вот здесь вот притемним тут вот здесь задний фон немножко здесь вот тут можно вот здесь вот такую общую какую-то темноту зададим вот мы два фона вместе практически совместили уже вот здесь вот тоже потемнее сделаем вот в общем то уже уже хорошо то есть фотографии совместились пойдем теперь и создадим его кривые нет не кривые давайте уровнем ты все это эксперимент то есть можно кривыми можно уровнями можно еще как-нибудь можно по-другому сделать можно вообще вот так сделать цветовой тон насыщенность убираем насыщенность и приберем яркость и режиме наложения мягкий свет вот сделали вот такую темноту такой вот контраст как будто стены здесь горели он троллай скрыли черной маской и вот вот таких вот черных пятнышек мы сейчас на стены повесим вот так вот прям чтобы она стена прям такая адская у нас контрастно можно здесь точно также сделать вот и очень люблю применять экспозицию очень мне нравится эта штука она такого воздуха фотографии добавляет всегда с разными настройками маска белая поэтому кисть будет черная кисть будет помягче протирать будем только с людей себя собственно так вот и с алексея сейчас мы немножко от белого квадрата испаримся который у меня выскочил вот из него вот так а вот в ногах ой здесь поаккуратнее нужно быть клавиши x меняем маску вот так и приберем ее заливку до тех пор пока не поймем что она слилось и не видно так вот я заметил здесь косяк у нас алексея до конца не проявил переходим на масочку и вот здесь проявляем его нужно быть повнимательнее вот в общем то все фотография по большей части готова дальше в нее можно крутить и докручивать все что хотите то есть любую можно пойти в любой фильтр вот я чаще всего пользуюсь это не collection color effects pro 4 там я использую чаще всего про кросс процессинг и кросс баланс можно также фотографии затонировать тонировать можно разными способами самый простой наверно это через цветовой тон насыщенность то есть тонируем какой-то на подходящий цвет ну допустим фотография коричневая пусть она будет коричнева где у нас коричневый цвет как будто непонятно ну пускай будет вот так и прозрачность зададим там не знаю ну пускай будет 24 то есть можно и так сделать ну как-то вот мне не нравится не очень люблю тонировать если честно но людям нравится тонировки то есть в общем то все фотография как видите готова давайте немножко расскажу как снимать то есть обработка обработкой но надо сначала снять как вы видели я сначала накосячил с диафрагмой с 10 то есть полностью зажжал у меня баланс белого разошелся часто довольно легко то есть я очень часто и очень много работаю фотошопе и я привык выравнивать баланса белого то есть не очень сложно а на первых порах очень сложно поэтому вам порекомендую все-таки выставить изначально один баланс белого то есть возьмите вспышку и со вспышкой выставки то есть баланс белого один там 6 400 подспышку подстройки пусть он он таким у вас и остается вам легче будет потом собирать эту панораму потому что не дай бог наведете фотоаппарат с автоматическим балансом белого на какую-то другую штуку там на какой-нибудь зеленая на которой будет падать там белый свет и у вас этот кадр станет с другим балансом белого будете потом мучиться на первых порах порекомендовал бы там поэкспериментировать с балансом белого то есть хороший навык пригодится то есть я сам часто пользуюсь теперь то есть что-то сделал баланс белого все им пользуюсь перешел там другой помещение опять баланс белого другой поставил опять пользуюсь у меня ничего никуда не выбивается теперь по самой съемки как вы поняли такую фотографии невозможно сделать без двух без двух источников света то есть контрового и непосредственно вот в лицо потому что контровик все-таки дает какие-то преимущества обрисовку то есть контур более четкий за как снимать штатив должен стоять на месте он никуда не двигается то есть он стоит полом все пока камера находится в вертикальном положении то есть если тебя снимаете панораму первое что рекомендую сделать когда пришли на место это сняли сразу фон то есть там не собираетесь снимать сняли фон эти фотографии отложить они вам пригодятся потом дай бог чтоб не пригодились но мой опыт подсказывает что в процессе съемки в кадре могут появляться лишние вещи и фотографии которые были сделаны до съемки то есть когда только пришли они очень часто пригождаются от них можно вырезать какой-то кусочек и там заделать им какой-то кабель который вылез там или еще что то есть эти фотографии пригодятся можно сделать штампом но все-таки лучше иметь дополнительный затем снимайте персонажей то есть выставили камеру центральный кадр или еще как снимаете персонажей сняли по свету подошло вам по цвету все нравится все красиво и не меняя место камеры сразу фотографируйте фон то есть начинайте снимать панораму для чего нужно на нужен для того чтобы вот так вот легко можно было совместить то есть сняли людей потом снимать фон фон я снимаю сразу со вспышкой и без вспышки повернул камеру со вспышкой и без кушку повернул камеру со вспышкой и без почему делаю именно так ну иногда кадры получаются хорошие без вспышки то есть довольно контрастные четкие иногда хорошие со вспышкой как-то вот так то есть сижу на свой вкус и цвет подбираю что больше нравится вот в общем то все то что упомнил большое спасибо что смотрите меня меня недавно появилось то подписчиков огромная благодарность это подтолкнуло в общем-то меня делать дополнительные уроки всего доброго вам спасибо до свидания но Продолжение следует...